В мае месяце у президента на столе лежали рядом два документа. Это закон о поправке к федеральному закону о валютном регулировании и стратегия национальной безопасности. В этом списке 35 задач я с лупой нашел важную вещь. Формулировка такая. Масштаб последствий этого закона сопоставим с масштабом последствий чубайсерской приватизации. Я бы вообще сказал, что это беспрецедентное ограбление России, даже не современной России, а Российской Федерации, а вообще, наверное, в истории российского государства. Сегодня мы вновь встречаемся в очередной раз с Валентином Юрьевичем Катасомом. Здравствуйте, Валентин Юрьевич. Да, приветствую всех. Доктор экономических наук, профессор, руководитель Русского экономического общества. И мне хотелось бы с Валентином Юрьевичем попробовать обсудить такой вопрос. Мы затронули недавно принятый и подписанный Путиным закон о дополнениях и изменениях в закон о регулировании и контроле валютном, валютном регулировании и валютном контроле. И вот вышла на днях буквально концепция национальной безопасности. Как вы оцените два документа, если их поставить в ряд, Валентин Юрьевич? Да, ну, я давно уже говорю о том, что, значит, у нас происходит расшатывание общества и расшатывание государства путем принятия взаимоисключающих нормативных актов. Ну, кстати говоря, вот нынешняя так называемая пандемия показывает как раз яркий пример того, что, значит, идутся какие-то взаимоисключающие команды. Что нельзя, что нельзя. Вот, люди сначала пытались как-то реагировать на эти команды, сейчас они махнули. И, в общем-то, это, как говорят граждане России, является причиной резкого падения доверия граждан к власти. Если власть сама не понимает, что она хочет, куда мы должны двигаться, то, наверное, такой власти доверять нельзя. Вот, ну, эта тема, она достаточно обширная. Я эту тему так или иначе иллюстрирую разными взаимоисключающими нормативными актами. Но мы с вами в прошлый раз обсуждали такой, я бы сказал, шоковый, шокирующий нормативный документ, как поправки к федеральному закону о валютном регулировании, валютном контроле. Суть этих поправок заключается в том, что экспортерам очень многих товарных групп предоставлена возможность не возвращать валютную выручку в Россию. То есть можно оставлять за пределами. Напомню, я в прошлый раз называл эту цифру, что по статистике прошлого, 2020 года, эти товарные группы в совокупности дали валютную выручку в размере 160 миллиардов долларов. Это при общем объеме экспорта 330 миллиардов. Но надо иметь в виду, что уже некоторые категории экспортеров ранее получили такую индульгенцию. Ну, например, те, которые находятся под экономическими санкциями, или те, которые, значит, свою экспортную выручку получают в рублях. Так что, по факту, больше половины российского экспорта могло не возвращаться и уже не возвращалось в Российскую Федерацию. Вот вы знаете, сейчас очень много дымовых завес. Вот сейчас обсуждается вопрос ковида. С моей точки зрения, это в каком-то смысле, конечно, острая проблема. Но мне кажется, что это не только острая проблема, но это и дымовая завеса. Вот в эти самые дни, когда принимаются десятки актов Государственной Думы, и, собственно, Государственная Дума уже ушла на летние каникулы, она проштамповала бешеное количество законов. Такое количество законов просто невозможно обсудить, прочитать и так далее. Ну вот, значит, среди второстепенных законов есть и такие, как вот названный нами закон «Поправки к Федеральному закону о валютном регулировании». Масштаб последствий этого закона сопоставим с масштабом последствий чубайсерской приватизации. Я бы вообще сказал, что это беспрецедентное ограбление России, даже не современной России, Российской Федерации, а вообще, наверное, в истории российского государства. Но все-таки это не было одномоментное ограбление. Это было некое ограбление, растянутое во времени. Даже чубайсерская приватизация, она где-то тянулась 2-3 года. Такая активная фаза. А здесь буквально за один день одним ротчерком пера было принято решение о невозвращении половины валютной выручки России. И при этом, значит, средства массовой информации продолжают обсуждать вопрос об андексации пенсий, значит, о том, почему, значит, сокращают бюджетные расходы на здравоохранение в условиях обострения ковидной ситуации и т.д. и т.п. Но вот как бы за деревьями пропадает лес. Я в прошлый раз говорил о том, что главным таким публичным лоббистом этого закона был господин Силуанов. Он примерно года три назад начал лоббировать этот закон. Логика была примерно такая. У нас некое несоответствие между отдельными нормативными положениями. Мы разрешаем нашим компаниям, частным государственным компаниям, вывозить капитал хоть куда, хоть на Луну. Он спрашивается, а зачем тогда им вообще возвращать эту валютную выручку на счета выполномоченной российской банки? Пусть они ее не возвращают, тогда все будет логично. Но почему-то господину Силуанову не приходит в голову другая логика. О том, что эти деньги являются рентой, которая получена от эксплуатации российских недр. И почему бы не ввести ограничения в запреты на экспорт капитала? Но эта логика совершенно даже не обсуждается. Она вообще-то буирована. Это, понимаете, мне даже трудно найти аналогию мировой истории. Это вот, знаете, бывали войны, были победители и побежденные. Платили побежденные победителям контрибуции. Ну, например, вот та же самая франко-прусская война 71-го года. Мы с вами ее обсуждали, по-моему. Франция перевела в виде контрибуции 5 миллиардов золотых франков. Да, но это была разовая контрибуция. А у нас теперь, значит, мы будем каждый год платить эту бешеную контрибуцию. И при этом мы будем обсуждать вопросы о том, значит, где нам найти деньги на индексации пенсий и т.д. и т.п. То есть, к сожалению, наши журналисты, которые мне часто звонят и задают эти дурацкие вопросы, значит, смогут ли денежные власти обеспечить такую индексацию, я говорю, а у вас никакого более серьезного вопроса нету. Вот вас только это волнует. То есть, понимаете, вот, к сожалению, манипуляция сознанием, она затронула и журналистов. Вот, строго говоря, в рукомойнике пробурили три дырки снизу, и потом спрашиваем, а почему воды-то нету? Нельзя умыться, нельзя это самое. И, кстати, Валентинович, еще один вопрос. Вот тут вышло известие о том, что принята новая стратегия национальной безопасности. А как это все коррелируется? Я что-то пока не очень... А вот сейчас я как раз и хотел перейти к этому документу, потому что на следующий день после вступления в силу упомянутого закона президент Российской Федерации подписывает указ о введении в силу стратегии национальной безопасности Российской Федерации. Это документ примерно на 45 страницах. Значит, там очень много всего написано. Я, конечно, по диагонали прибежал весь документ и понял, что документ ни о чем. Документ ни о чем. Вот, понимаете, я все-таки полжизни провел и прожил в Советском Союзе, и я немножко знаю, что такое экономическая безопасность и вообще, что такое национальная безопасность. То есть, если есть какие-то внешние угрозы, то их выделяют. Выделяют приоритетность этих угроз. Здесь, извините, в линейку перечислено все, что можно, включая там чуть ли не изменение климата на планете. Вы понимаете, это что? Это угроза для Российской Федерации. Это... А дальше давайте смотреть. Я вот на примере экономического раздела. Экономический раздел, экономическая безопасность. Там примерно 6-7 страниц. Значит, задача в области обеспечения экономической безопасности. 35 задач. Фактически, это инвентаризация всех секторов и отраслей российской экономики. И по каждой задаче стоит такая фраза. Ускорить, увеличить, нарастить. Спрашивается, а где же приоритеты? Где же ответ на стратегические вызовы, на стратегические угрозы? То есть, они сделали очень просто. Они растворили эти угрозы. Конечно, специалист может изучить эти длинные списки и найти запрятанные там реальные угрозы. Но, кстати говоря, во всем документе только один раз использовано слово экономические санкции. Вот нету, как бы, такой угрозы. Экономические санкции и все. Ни разу не использовано понятие иностранный капитал в российской экономике. Но нет, оказывается, такой угрозы. И т.д. и т.п. Понимаете, на самом-то деле в такого рода документе должны быть четкие понятия. Экономическая война, экономическая угроза, экономические диверсии, дестабилизация экономики. Но есть, у профессионалов есть свой словарь. Такое ощущение, что это писал какой-то человек в администрации президента, который с таким же успехом может написать приветствие к советскому народу по случаю 1 мая. Помните, к 1 мая и к 7 ноября писали вот эти самые приветствия. Это как КПСС. Так может, тот же человек и сидит. Может быть, и сидит, да. Короче говоря, это документ ни о чем. Значит, вот в этом списке 35 задач я с лупой нашел важную вещь. Значит, формулировка такая. Значит, максимально снизить выводы экономических финансовых ресурсов за пределы страны. На следующий день после появления закона... На самом деле закон, вернее, это стратегия безопасности, национальной безопасности. Она была утверждена в Совбезе еще в мае месяце. В мае месяце. У президента на столе лежали рядом два документа. Это закон о поправках к федеральному закону о валютном регулировании и стратегии национальной безопасности. И ни одна шкадливая рука не показала ему. Владимир Владимирович, вот эти два пункта, они прямо противоречат друг другу. Вот эти два. Да. На самом деле, конечно, документ просто удивительный. То есть, это документ, который, с одной стороны, показывает полную профнепригодность людей, которые писали это. С другой стороны, они показывают очень хорошо развитые лукавства этих людей. Они привыкли уже манипулировать подобного рода словами, терминами. Вот. И фактически они сделали документ абсолютно бесполезным. Типа, вот просто макулатура, извините меня. Они как бы камуфлируют. Ну вот вопрос, что они камуфлируют? Ну, на самом деле, они участвуют в массовом обмане, в попытках массового обмана. С другой стороны, они давно уже сами себя обманули. Конечно, забудьте. У философов и психологов есть градация видов лжи, обмана, лукавства. Так вот, самообман – это самая тяжелая форма. Вот они все подвержены этой самой тяжелой форме. Да, и это демагогия высшего уровня, но у нее есть одна печальная особенность. Ложь никогда, как сказал Игнатий Бринчинов, никогда не служит тому делу, которое она обслуживает. То есть, дело это, которого она обслуживает, оно всегда страдает в итоге. И мне кажется, конечно, то, что мы сейчас наблюдаем, вот это вот странное состояние общества, турбулентное, расширение разрыва между властями и народом, усиление противоречий в самом народе, потому что сейчас вот вспышки, так сказать, уже какой-то ненависти между теми, кто уже и кто еще. Кто уже, да, и которые еще нет. Да, по-моему, вспоминали роман Достоевского «Преступление и наказание». Помните последний сон Раскольникова, когда он находился уже там в лазарете, в ссылке? Я просто хочу еще зачитать, потому что за этот год этот сон Раскольникова, он приобрел еще более, я бы сказал, такие страшные… Пророческие, да, черты? Пророческие, да, пророчества. Он, Родион Раскольников, пролежал в больнице весь конец поста и святую. Уже выздоравливая, он припомнил свои сны, когда еще лежал в зоу и бреду. Ему грезилась болезнь, будто весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язве, ведущей с глубины Азии на Европу. Все должны были погибнуть, кроме некоторых, весьма немногих избранных. Появились какие-то новые трехины, существа микроскопические, втелявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одаренные умом и волей. Так что это не вирусы, это действительно духи. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Вот некоторые наблюдения, что действительно меняется поведение человека, который, скажем, подвергся полу. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные, то есть все, которые укололись. Просто передавиться в газете. Я просто поражаюсь. Это же 150 лет назад было написано. Великие достоевствия никогда не считали непоколебимыми своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований. Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали. А разве сегодня мы это не видим? Во всем мире и в России. Все были в тревоге и не понимали друг друга. Всякий думал, что в нем в одном и заключается истина. Просто поразительно. И мучился, глядя на других, бил себя в грудь, плакал и ломал себе руки. Не знали, кого и как судить. Не могли согласиться, что считать злом, а что добром. Не знали, кого обвинять, кого оправдывать. Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Мы еще до этой фазы не дошли, но стремительно двигаемся. Собирались друг на друга целыми армиями, но армия уже в походе вдруг начинали сами терзать себя. Ряды расстраивались. Воины бросались друг на друга, кололись и резались. Кусали и ели друг друга. В городах целый день били вноват. Созывали всех. Но кто и для чего зовет, никто не знал того. И все были в тревоге. Оставили самые обыкновенные ремесла. Потому что всякий предлагал свои мысли, свои поправки. Поправки. Обратите внимание. Наша тема. И не могли согласиться. Остановилось земледелие. Да, этого еще нету, но это уже близко. Кое-где люди сбегались в кучу, соглашались вместе на что-нибудь. Клялись, не расставаться. А ведь сегодня создаются новые блоки политических партий, которые как раз виднены общими представлениями о ковиде. Просто удивительно, насколько все пророчествует. Не расставаться. Но тут уже начинали. А что-нибудь совершенно другое, чем сейчас же сами предполагали. Начинали обвинять друг друга. Начались пожары. Начался голод. Все. И все погибало. Язва росла. И подвигалась дальше и дальше. Я дальше уже досчитываю. Я думаю, что я заинтриговал наших слушателей. Открывайте роман Федора Михайловича Достоевского. «Преступление и наказание. Последний сон Раскольнику». А, кстати, было бы неплохо сравнить последний сон с предыдущими. Это тоже очень интересное продуктивное сравнение. Спасибо вам большое за этот разговор. Мы еще немножечко приоткрыли завесу. Кого-то послушать. Все буквально на разные лады врут. С моей точки зрения. Особенно, когда дело касается официальных каналов информации. Александр Иванович, я хотел бы все-таки немножко закончить цитирование на оптимистичной ноте. Я не хотел это досчитывать. Спастись во всем мире могли только несколько человек. Это были чистые и избранные, предназначенные начать новый род людей и новую жизнь. Обновить и очистить землю. Но никто и нигде не видел этих людей. Никто не слыхал их слова и голос. Так что я даже к себе это адресую. Может быть, и не стоит слишком уж распинаться и пытаться своим немощным голосом и своим немощным умом исправить то, что предуготовано. Субтитры создавал DimaTorzok